У нас нашествие стелсов новых, которые настолько профессионально собирают там, где они продаются, что втулки у них не крутятся вообще, не работают ни передачи, ни переключений, ничего, вплоть до того, что вот попадают переключатели в спицы и ломают переклюки. В общем, вот все велики, все одинаковые, все у нас на трещоточках, и все мы настраиваем, регулируем, то есть что нужно сделать? Нужно снять колеса, ослабить втулки, набахать туда смазки, прям от души набахать смазочки в оба колеса, когда у нас колесо будет крутиться очень долго, и у нас не будет вот такой вот истории, как вот с этим стелсом, который годик всего отъездил, и здесь вот у нас хана, просто подшипником, хана конусам, потому что все это пришло в негодность из-за того, что оно было не смазано, вот видите, смазки просто нет, и она вся грязная. Вот, этот стелс мы тоже обслужили, перебрали зюби втулки, в том году велик, видимо, купили, и ему стало не очень хорошо. Итак, значит, разобрали втулки, набахали смазки, все протянули хорошо, чтобы втулочки крутились хорошо, без закусывания, не было люфта. Да, дальше, развели рубашки и тросики, видите, как мы развиваем рубашки и тросики, вот так вот, крест, накрест, чтобы они Абраму цепляли как можно меньше, понимаете, да, чтобы не было у нас потертостей вот в этих вот местах. Вот здесь, к сожалению, все равно потертости будут, но здесь уже их практически не видно, они здесь навсегда остаются, а вот здесь постоянно трется, и здесь будет плохо. Дальше, настраиваем передачи, передний переключатель, задний переключатель, настраиваем, соответственно, тормоза, и обязательно обезжириваем тормозные диски, потому что, если диски не обезжирить, то масло с тормозных дисков попадает на тормоза, соответственно, остаются черные полосы, и все очень плохо. Плохо тормозит, начинает все это у нас скрипеть, и с этим бороться можно только тем, что придется мыть полностью тормоза, мыть тормозные колодки, или даже их менять на новые. Так что следите за частотой тормозных дисков и за частотой ног на вилках, чтобы вот эти вот поверхности у вас не ржавели, потому что будете не мыть, будет там песок попадать, и будет очень плохо. И еще самое главное, когда вы переключаете скорости, следите за тем, чтобы у вас на каждую переднюю звезду приходилось примерно три звезды сзади. Вот как здесь стоит, сейчас видите, передняя стоит на большой, видите, перекос цепи уже есть. Соответственно, если мы с большой звезды спереди, а здесь поставим большую звезду сзади, у нас цепь станет вообще наперекосяк, и тогда может переключатель завернуть спицы. Вот так никогда не делайте. А так ветки хорошие, прикольные, правда, единственное, что все на трещотках, у всех втулки потом ломаются. Но ничего страшного, приезжайте, мы вам починим все это дело.